Произведения Баха, Шопена, Шуберта и других мэтров мировой музыки, арии из опер, романса и современные мелодии. Репертуар на музыкальной пятнице можно смело назвать классическим. Его исполнители – брестские музыканты, лауреаты национальных и международных конкурсов. Одна из них – Оксана Козловская. Учащаяся колледжа имени Григория Ширмы, чарующими звуками скрипки погрузила служителей в музыку эпохи барокко. Брестский зритель самый лучший, потому что я выступала не только в Бресте. Мы ездили в Германию, в Дании, была в Голландии. Сейчас собираюсь на конкурсы в Польшу, в Литву. Так что все впереди. Подхватила музыкальную эстафету пианистка Татьяна Гушанина, ученица сослуженного деятеля искусств Белоруссии Лилии Батаревой, которая также приняла участие в творческом вечере. Классический дуэт скрипки фортепиано своей экспрессией произвел на служителей сильное впечатление. Идея проводить цикл музыкальных пятниц в стенах именно художественного музея вполне оправдана. Все дело в его архитектурной акустике. Старинные своды здания, удерживая звук, позволяют в полной мере насладиться исполнением музыкальных произведений. Учитывая нашу прекрасную акустику, когда открывались какие-то выставки, музыка звучит замечательно. Так как я играю на фортепиано, приходя утром на работу, я, конечно, играла и чувствовала, что здесь не хватает концертов таких классической музыки, потому что другая здесь, наверное, неуместна в крепости. И вот такая вот возникла идея. И благодаря Лиле Григорьевне Батыревой, заслуженной деятели искусств Республики Беларусь, вы знаете об этом человеке, которая, и плюс ее музыкальное общество, они поддержали мою эту идею, в общем-то, отозвались. И вот сегодня у нас презентация вот этой музыкальной костиной. Мероприятие цикла «Музыкальная пятница» планируется проводить раз в месяц. Произведения каких авторов в брещании гости города услышат в следующий раз, и кто выступит в качестве исполнителей, пока остается в секрете.